Приветствую всех на своем канале. В сегодняшнем видео я вам расскажу про свой экспериментальный корм для кроликов. Я его уже использую месяца два, вполне результат меня устраивает. Этим кормом я кормлю самок, которые кормят в свою очередь, маленьких кроличат, ну и кроликов, которые сидят у меня на корме. Взрослые поголовья самцы и самки, которые находятся в покое, естественно, они таким кормом не питаются, они остаются на старом корме. Старый корм, состав я чуть позже расскажу. У меня уже выходило подобное видео в прошлом году, но отличие сегодняшнего видео от прошлого, то что я немножко ушел от того корма, который кормил раньше. Потому что я покупал уже готовую зерносмесь в магазине, и чем дольше я ее покупал, тем хуже она становилась. И в итоге по факту я тратил деньги за пыль. То есть вместо плющенного гороха, плющенной кукурузы и так далее, я получал какие-то пылинки, крупинки, что, конечно же, меня не устроило. Я думал, зачем я буду тратить деньги, да? Ну и я поэтому от этого отказался. Вот сейчас я решил поэкспериментировать со своим собственным составом. Так скажем, сборная солянка. И что характерно, это очень хорошая солянка. И даже некоторые кролиководы просят меня, чтобы я взял на попечение их кроликов и покормил своим кормом. Но хочу сказать, что кормление вообще это достаточно спорный момент, спорных вопросов. Здесь нет ни правых, ни левых, да, так скажем. Каждый кормит так, как он хочет, как он считает нужным. Если состав корма его устраивает, если кролики едят, растут и все хорошо, и самому кролиководу это нравится, ну, соответственно, спорить с этим мы не будем. Я буду делать то же самое, я не буду никому навязывать тот корм свой экспериментальным, которым я кормлю. Он меня на данный момент устраивает. Все, что я в нем намешал, меня устраивает. Поэтому я и решил поделиться своим видео. Возможно, кому-то это и пригодится. Ну, а теперь давайте непосредственно к самому составу. Что касается моего старого корма, он остался прежним. Там комбикорм для кроликов и плющенный ячмень. Ничего выдумывать не надо. Этим кормом я кормлю два раза в неделю свое взрослое поголовье, самцов и самок на отдыхе. Все остальное время, всю неделю они у меня сидят на овсе. Итак, давайте приступим к моему экспериментальному корму. Мне понадобится 12-литровое ведро. Состав практически, практически начинается, основа состава та же самая, что и взрослого поголовья. То есть, это плющенный ячмень. Вот у меня вот такая специальная, чем я накладываю, мерный стаканчик, так назовем. Можно использовать абсолютно любой. В общем, пересыпаем сюда. Делаем, в общем, 3 ховшика, там 3 литра, к примеру. Фу, напоил. 3 литра плющенного ячменя. Сюда же добавляем комбикорм. Один к одному получается, да. Но у меня сейчас, к сожалению, нет комбикорма. Я показать не могу. Я его по глупости уже весь перебодяжил, да. И у меня уже в емкости 200-литровых стоит готовый корм. Поэтому, к сожалению, нет у меня его. И, кстати, я стал использовать вместо кролячьего корма корм для поросят. Если честно, да, я всегда раньше скептически относился к людям, которые кормят кормом кроликов, кормом для поросят. И всегда супругой сидели и обсуждали этот вопрос, как можно кормить кроликов поросячьим кормом. Ну, теперь я вошел в эти же ряды, ряды этих кролиководов. Я теперь тоже стал использовать этот кролячий комбикорм. Корм для поросят. И кролики его едят, кролики растут. И плюс, этот поросячий корм, он дешевле, чем мой кролячий. Но я бы, возможно, его использовал для взрослого поголовья. Но, к сожалению, они его не едят. Возможно, потому что они уже взрослые, привыкли к старому корму. Ну, и да ладно, пусть у меня будет одна большая емкость для взрослых, а вторая емкость для маленьких. Итак, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что делаем состав один к одному. Например, один литр плющеного ячменя. Можно, конечно, использовать и не плющеный, а обыкновенный ячмень. Но мое мнение, что плющеный ячмень лучше усваивается маленькими кролчатами, потому что кролики начинают только вылазить из гнезда. Я думаю, им лучше какую-то более-менее мягкую, усваиваемую пищу. Я не буду говорить, что находится в каждой вот этой вот ингредиенте. Там аминокислоты, витамины и так далее. А вы и без меня это все прекрасно знаете. Чтобы ролик не затягивает. Потому что целый список в каждом компоненте, в том же горохе, там не горохе, очень много. Ну, это будет долго. Все. Что-то я уже заговорился. В общем, один к одному. Один литр комбикорма, а один литр плющеного ячменя. Делаем 12-литрового ведра вот этой вот смеси. А теперь сюда же добавляем литр геркулеса. Сюда тоже добавляю. Это перемешиваю. Геркулес я тоже использую, чтобы маленькие. Фу! Чтобы маленькие крольчата кушали. Ну и плюс молочность у самки от геркулеса также увеличивается. Потому что она их кормит. Они еще маленькие. У меня тоже самки на этом и сидят. Сюда же добавляем. Ну, давайте начнем с гороха. Ой, гороха. С кукурузы начнем. Вот. Кружка не полная. Если видно, пол кружечки на весь вот этот вот 12 литров. Добавляем. Сюда гороха. Гороха еще меньше. То есть, ну, совсем там на дне. Я не знаю, сколько это грамм. Ну, где-то вот так вот. В горохе очень много белка. И многие боятся вообще горох насыпать. Но, если вы будете это делать правильно. То есть, не килограмм, да, бросите. А совсем чуть-чуть. И для кроликов это даже... Они этого не заметят. Ну, а в весе они, соответственно, прибавят. Горох очень питательный. И кролики хорошо на нем набирают. Все это перемешиваем. Теперь добавляем сюда еще кружечку овса. Где-то я в интернете прочитал, что... Ну, я понимаю, во все так же много различных витаминов, аминокислот и так далее, тому подобное. И так же в интернете я прочитал, что овес как-то хорошо влияет на работу ЖКТ. Ну, как-то чистит его там. Ну, не знаю, насколько это правда. Но мы его в любом случае добавим. У нас почти все готово. И еще один компонент, который я хотел сюда добавить. Где он, где он, где он? Это люцерна. Люцерна вот в таких вот гранулах. Про нее я так же... Ну, вообще я слышал, да, но никогда не употреблял. Ну, в смысле, кроликам. Кроликам я никогда не добавлял. В общем, на вот это 12-литровое ведро вот такую целую кружку. Кружка где-то грамм 400, наверное. Все это высыпаем. В люцерне очень много белка, протеина и так далее. И так же в нем, в люцерне, очень много кальция. Вот. Что необходимо для костей кролика, да, чтобы кости были хорошие, да, не хрупкие, чтобы когда кролик скакал, он не переломал себе там позвоночник, лапы и так далее. Кальций, это хорошо. Ну, мы люди, да, знаем, для чего нам кальций и нужен. Но так же много его добавлять тоже не стоит. Совсем чуть-чуть так, чтобы, знаете, видимость была, что он есть кролики, и эту люцерну едят хорошо. Вот такой вот супер корм у меня получился, мой экспериментальный. Но кормлю, кроликам нравится, кролики хорошо набирают вес, все съедают. Самое главное, что они не гребут. И еще один плюс, да, почему я вот решил такую сборную солянки сделать, что не всегда корм, тот же комбикорм, да, есть на базе. Если его не будет, то я вполне могу заменить этой вот зерносмесью, которую у меня здесь есть. И кролики также будут есть, и не заметят, да, что комбикорма как бы нету. Но опять же, дело каждого, заморачиваться или нет, потому что это дело не хитрое, так скажем. И мне, чтобы 200 литров заготовить, чтобы потом целый месяц ходить спокойно просто насыпать, это мне надо потратить пару часов. Хотите вы этим заниматься или нет, это уже другой вопрос. Кто-то будет, кто-то скажет, вернее, что зачем вот этим всем заниматься, 10 мешков закупать, потом это все мешать, если проще взять комбикорм. Возможно, тут я спорить не буду, возможно, это проще, но опять же, я для себя это делаю, я не делаю это для кого-то. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока меня все устраивает, пока у меня все хорошо. На этом все, друзья, будем прощаться. Кормите своих кроликов хорошо, и они вырастут вот такие. Пока-пока.